Сегодня мы с вами поговорим на еще одну важную тему, которая касается ходатайственной молитвы, и это тема границ. Давайте помолимся. Отец Небесный, несмотря на то, что разделяют сейчас тысячи километров, ничто не может отделить нас от Твоей любви. Никакое расстояние не может быть чрезмерно великим для силы молитвы. Мы молимся, чтобы Ты покрыл это время занятия и всех нас своим покровом, своей властью. Мы также молимся о Твоей защите для наших близких и родных, и также за тех людей, которые молятся за нас. И сейчас мы молимся и говорим, что не будет никаких негативных последствий, никаких ответных ударов в результате того, о чем мы будем говорить сегодня. И мы просим, чтобы Ты открывал наши сердца, наши глаза и наши умы к тому, что Ты хочешь донести до нас сегодня. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь. Но сделаем краткий обзор того, о чем мы говорили на протяжении прошлых месяцев. Мы с вами уже рассматривали призыв и реализацию на личном и коллективном уровнях, то, как мы реализовываем ходатайство. Мы говорили о характеристиках ходатайов, о вызовах, с которыми мы сталкиваемся как ходатай, и об определенных предостережениях. Мы также рассматривали вопрос защиты и границ кратко, но сегодня мы углубимся в тему границ. В прошлый раз мы с вами говорили о том, как важно сохранять принцип отвеса, то есть, когда мы измеряем все Божьей истиной, для того, чтобы избегать заблуждений. И на будущих наших занятиях мы поговорим о страхе перед Господом и о том, как все эти вещи применять на практике. Итак, мы наблюдаем изменение времени. Происходит смена сезона сейчас. Когда мы с вами встречались последний раз, мы говорили о том, как важно бодрствовать и хранить бдительность, для того, чтобы замечать изменения этого времени. Очень важно, чтобы мы отвечали, а не просто реагировали на то, что мы видим. Итак, сейчас на этом занятии мы поговорим о важности границ и покрова. И как мы можем избежать негативных последствий. Это не то, чего мы должны бояться, но то, что мы должны знать. Вы видите, как выглядит обложка книги, которая называется «Божий дизайн для трудных времен». Если вы можете ее прочитать, то я очень ее рекомендую, если вы хотите больше разобраться в теме покрова, границ и признаков времени. Поэтому Иисус учил своих последователей бодрствовать и наблюдать за временем, за признаками изменений сезона. Сезоны вокруг нас меняются, и также сезоны, которые определяют нашу молитву, меняются. Вы увидите картинку с двумя зонтиками. Это как символ того, что Бог дает нам свой покров, когда мы выполняем его работу. Но этот покров и выполнение нашей работы должно происходить под его властью и в его временные рамки. И это открывает перед нами потрясающий вопрос. В сезон войны люди учатся молиться по-другому. И в Библии, особенно в примерах из Ветхого Завета, Мы читаем о тех ситуациях, когда Божий народ проигрывал в битвах. И для этого есть определенная интересная причина. Я привожу некоторые тексты из Писания. Это всего лишь некоторые из множеств подобных текстов из Писания, которые говорят о границах. И это очень важные принципы, которые ходатай должны понимать. Притча 22, 28. Не передвигай межи давние, которую провели отцы твои. Другими словами, мы не должны неправильно представлять то, что дал нам Бог. Мы не должны обманывать других и воровать у других, забирать у них то, что Бог нам не дал. Если присутствие Божие не идет перед нами, Мы не должны ввязываться в битву или войну, пока Бог не дает нам зеленый свет, пока Он не дает нам команду. И многие тексты из Писания говорят как раз об этом. Исход, 14 глава. Присутствие Божье ввело Божий народ. Присутствие Божье показывает направление, в котором мы должны двигаться, и защищает нас также позади нас, защищает нас от всяких опасностей. Но мы не должны двигаться туда, куда Бог не идет перед нами. И это очень важный принцип для Ходатая, который показывает нам, как мы должны молиться. И это Притча 23, 10. Не передвигай межи давние, и на поля сирот не заходи. В этом тексте Бог дает нам предупреждение. Бог дает нам определенные символы, сигналы, знаки, которые показывают нам, когда и как мы должны молиться за какие-то вещи. Это Розаконие 19, 14. Не нарушай межи ближнего твоего, которую положили предки в уделе твоем. Бог хочет, чтобы мы унаследовали ту землю, которую Он нам дает на Его условиях. В Терезаконии 27, 17. Этот текст еще более серьезный. Проклят человек, который передвигает пограничный камень своего соседа. Когда у вас будет время, я вам советую самостоятельно прочитать остальные тексты из Писания, которые приведены здесь. Тридцать четвертая глава чисел. Иисуса Навина с тринадцатой по девятнадцатую главы. И сорок седьмая глава Езекииля. Во всех этих текстах и многих других подобных текстах Бог определяет границы для нас с вами. Он задает нам свое направление и обеспечивает нам свою защиту. Для того, чтобы мы были мудрыми управителями, которые понимают Божьи времена и сезоны. Чтобы мы понимали, как мы можем обрести это наследие, которое Он нам дает на Его условиях. Далее Иова двадцать четыре два. Мужчины передвигают пограничные камни и, следовательно, пасут стада, которую они украли. И это становится огромной проблемой, если мы посмотрим на то, что происходит в современной политике. Когда определенные нации передвигают границы других наций и воруют таким образом у них их уделы. Привожу в пример человека по имени Джим. Джим – это мой хороший друг, который также является фермером. Он купил участок земли для того, чтобы расширить хозяйство на своей ферме. Вдруг он начал переживать множество проблем. Производительность, продуктивность его бизнеса начала очень быстро снижаться. И в его компании начали возникать какие-то нравственные проблемы. У него большая ферма, и он очень успешный фермер. Но вдруг он начал замечать, что у него происходят какие-то кражи. Помимо того, что вот эти неприятные инциденты возникали с воровством, также начали болеть и его родные люди, и его сотрудники. И он решил изучить историю той земли, которую он купил. И обнаружил, что человек, который занимался проектированием участка, то есть который исследовал границы этого участка и намечал их на карте, допустил ошибку. В рамках вот этого участка, который он купил, оказался еще один участок, который не специально туда попал, случайно попал, хотя он не должен был входить в этот участок земли. Он принадлежал железнодорожной компании. Это, конечно, ненамеренно произошло. Он не хотел воровать этот участок земли. Это произошло случайно по ошибке того, кто оценивал землю. Но, тем не менее, это стало его ответственностью как собственника земли. Он понял, что этот инженер, который занимался оценкой размеров участка, допустил ошибку, и таким образом этот дополнительный участок попал к нему. Таким образом, Джим унаследовал проблемы этой железнодорожной компании, чей участок он получил как бы незаконно. Он связался с этой железнодорожной компанией и объяснил им, признался в том, что произошло. Попросил прощения за это. И покаялся от имени этого инженера, специалиста, который допустил ошибку. Предложил им заплатить за эту землю законно. И сразу после этого, внезапно, как бы все проблемы исчезли. Потому что теперь у Джима уже была надлежащая власть для того, чтобы молиться за все эти ситуации, которые происходили на этой земле. Это не говорит о том, что Бог является таким законником. Вообще не об этом речь. Дьявол является законником, но Бог не такой. Бог является Богом порядка. Враг пытается производить беспорядок и замешательство, путаницу. И когда ходатай молятся за пределами своих границ, происходит вот эта путаница, замешательство, беспорядок, и может наступить ответная реакция или негативные последствия. Об этом как раз и написано в 15-м псалме, 6-м стихе. Межи или границы мои прошли по прекрасным местам. И наследие мое приятно для меня. В оси 5-10. Мы читаем то, что говорит Бог. Вожди Иуды подобны тем, кто передвигает пограничные камни. Я изолью на них мой гнев. Потому что они как бы пошли перед Богом. Не понимая того времени и уделов, которые им доверил Господь. В Терезаконии 32, 8. Мы читаем о том, как Бог дает наследие народам, когда Он разделяет все человечество. Мы читаем, что Бог устанавливает границы для Своих людей. И для этого есть причины. 73-й псалом, 17-й стих говорит понятнее об этом. Что Бог установил также пределы для всей земли. Он даже установил пределы для климата. То есть разделил климат на сезоны. Притча 15-25. Господь разрушает дом гордого человека. То есть, когда человек сам устанавливает себе границы, Бог с этим начинает разбираться. В этом секрет проблем, с которыми сталкиваются многие ходатайи. Проблема, которая касается многих ходатайов, которые не понимают времен и границ, которые устанавливает Бог для их ходатайственных молитв. И потом к этому стиху добавляется еще продолжение. Но Он сохраняет границы вдовы нетронутыми. Другими словами, Бог защищает тех, кто полностью зависит от Него и осознает свою подзависимость от Бога. И Исайя 10, 12-13. Господь наказывает царей и народы за их гордость. И Он стирает границы народов. Другими словами, Он убирает защиту над народами. Михея 7, 11. Это обетование, которое дает нам Бог. Придет день для строительства стен. День для расширения границ придет. И далее Иисуса Навина, первая глава, это напоминание, которое нам дает Бог. Если мы хотим иметь обильный достаток, жизнь с избытком, здоровье и безопасность в обетованной земле, тогда мы не должны позволить, чтобы книга закона, чтобы учение из Библии, Слово Божие отходило от наших уст. Помните, что записанная Библия — это живое Слово Бога. И в этом нет легализма или законничества. В этом важное понимание Божьего порядка для того, чтобы жить под Его защитой. И 8 стих напоминает нам, что если мы будем поступать так, как говорит Слово Божье, тогда мы будем успешны. И здесь мы видим подтверждение этому в Новом Завете. Откровение, 22 глава, с 18 по 19 стихи. Второзаконие, 4, 2. И первые 14 стихов, 28 главы Второзакония. Не прибавляй и не убавляй из Слова Божьего. Если мы будем верными в том, что Бог доверяет нам внимание, которое Он дает нам, тогда Он как бы утверждает эти межи, эти границы, пограничные линии в нашей жизни и через нас. Это когда Он обещает дать нам свое наследие, свое обеспечение и свои благословения. Это важность границ. Есть причины, почему наши молитвы иногда неэффективны, и почему мы не видим результатов и прорывов после своих молитв. То, о чем я говорю с вами сегодня, это один из тех принципов ходатайственной молитвы, о котором меньше всего учат и о котором меньше всего объясняют. Когда мы говорим о границах, мы должны понимать, что они являются частью Божьего продолжающегося завета в нашей жизни. Они символизируют важнейшие принципы для нашей жизни и нашего предназначения. И как мы читаем в первых 14 стихах Второзакония 28 главы, что подтверждается также в Матфея 5 главе 17-18 стихах, что ничего в Слове Божьем не изменится, пока он не вернется, пока все не будет исполнено. Таким образом устанавливаются Божьи параметры для нашей жизни, нашей безопасности. Но за пределами этих границ, этих параметров, мы являемся уязвимыми. Именно поэтому враг не хочет, чтобы мы с вами поняли этот принцип. Вот что важно. Границы защищают нас от незаконного вторжения. Второе Коринфянам 10 глава, 13-15 стихи. Это означает, что мы будем защищенными в выполнении своего задания, как Божьи управители, если мы действуем на Его условиях. Если мы не выходим за пределы наших границ и нашей сферы ответственности и деятельности. Почему? Потому что границы защищают нашу идентичность, то, кто мы есть. Границы защищают то, кем мы являемся во Христе. Границы также подтверждают то, что мы делаем добросовестно, нашу целостность в служении. Когда мы действуем в рамках границ, тогда это также привлекает внимание правительства. Границы защищают нашу территориальную принадлежность, обеспечивают безопасность и защиту. Посмотрите, что написано в Деянии 19 главе, 13-16 стихи. История, которая произошла с сыновьями Скевы. Когда они молились за освобождение человека, они действовали за пределами своих границ. Нечистый дух на самом деле был прав в том, что он говорил. Я знаю Иисуса, знаю Павла, а вот тебя не знаю. Ты не находишься в своем законном месте ответственности. Понимание наших границ помогает нам утвердить наши сильные стороны и также защитить наши слабые места. Границы поддерживают благочестивый порядок в церкви и хранят вот эти важнейшие основания. Границы охраняют правильную доктрину и предостерегают нас от ереси и заблуждений. Также границы подтверждают чистоту сверхъестественных проявлений. И также границы предупреждают нас о соблазне нечестивого или недозволенного огня. Это история, записанная в Левитам, 10 главе. Другими словами, не все сверхъестественное обязательно исходит от Бога и является святым. Границы, которые установлены Богом, обеспечивают почтение внутри наций. И как мы читаем во многих частях Библии, особенно в книгах притчей, Границы, установленные Богом, также обеспечивают этику в отношениях между партнерами в бизнесе, в коммерции и торговле. И поэтому нуждается вот эта сфера коммерции, торговли в духовной войне. Когда имеет место нечестность, обман, это дает врагу право доступа. И мы точно переживаем проблемы в этом, здесь, в Канаде и в Соединенных Штатах. Границы позволяют нам расширять то, чем Бог доверил нам распоряжаться. Но все происходит в Божьи сроки и на Божьих условиях. Если мы пренебрегаем Божьими границами, результатом этого будет гордыня, высокомерие и падение. И как мы сейчас видим, это происходит по всему миру, высвобождается такой дух беззакония, и требовательности, когда считается, что нам что-то положено. И это дает нашему врагу какие-то рычаги доступа, какое-то место ему как бы освобождается. Мы становимся уязвимыми и лишаемся Божьей защиты. Далее мы видим, как одни нации эксплуатируют другие нации. И здесь как раз и возникает диктатура и двойные стандарты. вымогательство, использование и эксплуатация. Это разрушает справедливость и приносит несправедливость. И также появляется человеческая мудрость, гуманизм, которые заменяют собой мудрость Божью. И Павел предупреждает во втором Фессалоникийцам 2.11. Это может привести к обольщению и к тому, что Бог предает таких людей заблуждению. Я уже кратко упоминал о том, что означает быть под Божьим покровом. Когда мы знаем границы, данные нам Богом власти, также при условии, что наши семейные вопросы находятся в порядке. и что наши отношения в служении с другими коллегами, другими служителями в церковном совете также находятся в порядке. Также хорошие отношения у нас с теми людьми, которые молятся за нас. Когда мы открыты и готовы принимать от них обратную связь, советы, какое-то наставление. Это также помогает нам понимать правильные сроки, чтобы реализовать то служение, которое Бог нам доверил. даже если это может как бы растянуться на какой-то период времени. У меня в характере вот есть такая нетерпеливость. Мне хочется, чтобы изменения происходили быстро. Я начинаю очень расстраиваться, когда не вижу быстрых результатов и ответов на молитвы. И Бог продолжает меня учить вот этим своим срокам и тому, как важно слушать Его совет и быть водимым как бы в понимании того, что Он делает. В этих категориях правильного покрова и правильного управления того, что Бог нам доверил, есть важный принцип подотчетности. Также принцип коллективной, корпоративной мудрости и совета. готовность услышать, когда меня исправляют, когда мне показывают, что я не прав. Также в этом происходит тонкая настройка, наводится резкость в нашем видении. и происходит перекалибровка там, где это необходимо, как бы корректировка. Но эти вещи не означают, что ходатай не имеет силы. Это не меняет нашего призвания и направления, в котором мы служим. Наоборот, это усиливает и защищает нас и утверждает то, что мы делаем. Это содействует выполнению видения и укрепляет его. Но есть в этом одно большое предупреждение для всех нас. Мы никогда не должны воспринимать чью-то власть как покров над нами. Однажды ко мне подошел человек и попросил меня помолиться за него, потому что он собирался ехать в Панаму. Он вообще-то даже не сказал мне, что он собирался там делать. Но когда он вернулся оттуда, я услышал страшную информацию, что он изгонял там сотни тысяч демонов из Панамы. мне другой человек об этом рассказал. Я спросил у того человека, который мне рассказал об этом, были ли какие-то изменения вообще после всего этого. Он сказал, да нет, не думаю, что были изменения. Я спросил, искал ли этот человек совета и мудрости у пастырей и лидеров в этой стране, в Панаме? Он сказал, нет. И я позвонил ему сам. И я спросил у него, зачем вы так поступали? Он сказал, мне Бог так сказал. я спросил у него, но вы проверили вот эти духовные границы? Вы поговорили с пастырами и лидерами в Панаме об этом? Я спросил, под чьим покровом вы действовали? Он мне сказал, я под вашим покровом. я ему сказал, вы точно были не под моим покровом. Но тем, что вы сделали, тем, как вы это делали, вы сделали и наше служение меня лично уязвимым. он действовал вне рамках Божьего порядка. Он причинил разногласия. И лидеры в Панаме понятия не имели, чем он занимался и что происходило. И они не могли исправить или каким-то образом участвовать в том, что он делал. Если мы выходим из-под покрова, мы можем действовать вопреки Божьему времени, не согласованно с его сроками. Когда мы не понимаем вот этих границ защитных правил, которые Бог нам установил. это приводит к такой неправильной независимости, гордости и к самонадеянности. И мы наблюдали, как такие вещи происходят очень часто с различными такими ходатайственными инициативами. это делает людей уязвимыми перед атаками врага. И вот еще один важный принцип. Даже если часть нашего покрова кажется нам сомнительной перед Богом, мы должны принести эту нашу неуверенность перед Господом. Это может быть наша деноминация или служители, с которыми тесно работаем. просим, чтобы Господь обеспечил для нас безопасность и рост в тех отношениях, которые у нас есть с ними. И может быть в будущем, когда Бог посчитает нужным, Он изменит эту ситуацию. Но реальность такова, что Бог ненавидит когда мы нарушаем установленные им границы. Включи к истолкованию или интерпретации. Как даты мы имеем такую склонность радоваться и зажигаться, когда нам что-то новое открывается и мы все в восторге находимся. но все люди и мы открыты к субъективному мышлению. И ни у кого из нас нету полной картины того, что происходит. мы должны гармонизировать гармонизировать вот это субъективное свойственное нам и объективное, которое открывает нам Бог. И помните, что некоторые ходатай являются также исследователями. Мы можем получить какое-то направление к молитве в нашем исследовании, когда мы что-то изучили, поняли, и это дает нам направление. Но это не обязательно будет являться выводом как молиться. И мы должны постоянно придерживаться этого принципа значимости. Понимать разницу между такими вещами, когда «А, это интересно» или «О, это важно». И давайте не будем такими поверхностными, хотя в нашей культуре очень мало места для терпения. Но я всегда выделяю достаточно времени для того, чтобы выводы, которые мы делаем в результате наших исследований созрели, чтобы Бог их подтвердил и утвердил, прежде чем мы будем молиться об этом. мы не спешим делать такие преждевременные выводы в наших молитвенных инициативах. фермер Джим молился за все проблемы, он купил. Фермер Джим, о котором я раньше говорил, молился за все эти проблемы, связанные с землей, которые он купил. Он молился за проблемы. Но ему нужно было научиться, как молиться в корень этих проблем, чтобы понять, откуда они взялись. И мы помогли ему провести это исследование, чтобы разобраться, почему ситуация была такой, какой она была. И нам всем необходимо было проявлять терпение. и противостоять этим поспешным преждевременным выводам. Когда Бог показал нам полную картину, тогда мы смогли молиться уже правильно. Здесь я использую такой термин «общий знаменатель». Я люблю выслушивать все результаты исследований, которые люди проводят, и потом они делятся тем, что они обнаружили. Также то, что ходатай чувствует, что Бог им говорит. И когда все вот эти разные выводы собираются вместе как один большой вывод, мы также убираем душевность и все эти субъективные какие-то мысли. Как правило, вот тогда Бог говорит, теперь молитесь за эту ситуацию и разбирайтесь с ней на моих условиях. Мы должны наблюдать за тем, чтобы наша собственно отцеленная душевность не влияла на остальных. Потому что иногда мы можем чувствовать такую как бы срочность, что нам нужно молиться прямо сейчас, давайте быстро молиться. Но когда наступает правильное время, Божьи сроки, тогда у всех есть четкое понимание, как молиться и есть безопасность для таких молитв. И даже если мы допускаем ошибку, ничего страшного, мы склонны к ошибкам, потому что мы люди. Но когда мы следуем за Христом, он всегда приводит нас к тому, что несет нам свободу. И под его руководством, внутри его границ, он дает нам полную информацию, правильную информацию и правильное время, когда молиться. как правило, Бог дает нам какое-то частичное понимание сразу. Но потом, как мы это тоже в Писании наблюдаем, он отправляет саглядата или разведчиков. Не потому, что Богу нужна информация, хочет, чтобы мы получили эту информацию, чтобы мы знали, как молиться. И обычно Бог дает нам постепенное понимание и видение того, как мы должны молиться. Это происходит постепенно. Интересно, что Иисус и Павел их задело то, что они видели. Это было важно в том, как они учили людей, как молиться. И таким образом мы также учимся распознавать голос Божий вместе. Итак, нужно наблюдать за сроками, за тем временем, которые Бог определяет для наших молитвенных заданий. Мы не должны преждевременно выдавать частичные результаты наших исследований. то, о чем говорится в Библии, где сказано, что мы должны искать полной мудрости Божьей. Потому что когда Бог дает нам какую-то ответственность, Он хочет также дать нам зрелость в понимании таких глубоких вопросов. Но если мы будем просто реагировать на какие-то неподтвержденные выводы, это может подорвать целостность и авторитет наших молитвенных исследований и наших молитвенных действий. Далее, как мы можем избежать негативных последствий для ходатайев. Мы должны знать свое положение, свою позицию, то есть, что привлекает присутствие Бога. Второе, Коринфянам 10, когда мы должны знать те сферы влияния, которые назначены нам Богом. Далее, мы должны знать свою подотчетность, то есть, действовать под покровом в рамках той юрисдикции, которую нам доверил Бог. Также, мне очень важно, когда мы молимся, чтобы мы утверждали Божье всеоружие как лично для каждого, так и для нас всех, для команды. Особенно важно также действовать в Божьем порядке, и об этом написано в 4, 5, 6 главе к Ефесянам. И мы говорили об этом на предыдущих занятиях. Бог. Бог, спауз, детей, Бог, потом супруг или супруга, потом дети, потом работа, церковь, и потом мы можем в таком правильном порядке твердо уже стоять в молитве за то, что нам доверил Бог. Еще одно важное напоминание, что личная трансформация всегда предшествует коллективной или корпоративной трансформации. Это обеспечивает подлинную власть в молитве, когда мы действуем под покровом. Мы также не должны пытаться самим интерпретировать то, что мы получаем от Господа. Мы должны это приносить на совет лидеров. Мы должны всегда стараться получать от Бога мудрость коллективно. У каждого из нас есть лишь кусочек этого пазла, и мы приносим эти кусочки вместе коллективно перед Богом в молитве, пытаемся вместе оценить то, что Бог нам показывает. И мы должны всегда следить за тем, чтобы Слово Божье соблюдалось и библейские границы, которые у нас есть, чтобы мы их соблюдали. И также важно помнить принцип уважения лидеров. Нам не всегда может нравиться, что говорят наши лидеры, лидеры в молитвенном служении тоже могут даже иногда вызывать у нас такое чувство раздражения, несогласия. Но Бог использует лидеров для того, чтобы дать нам мудрость и понимание того, что Он делает. И важный момент в конце, когда задание выполнено, мы должны всегда отдать Господу то, что принадлежит Ему. В противном случае мы как бы можем удерживать какие-то вещи, которые мы думаем, что мы понимаем, когда мы держим то, что Бог нам не дает. Бог это покажет четко. Когда наступит время нам снова это взять, Бог нам это покажет четко. Помните, раньше мы говорили о сердце Ходатая. В этом слайде вы видите вот такой важный символ, что сердце находится в руках Божьих. когда наше сердце находится в Божьих руках. Сафония, 3 глава с 9 по 11 стихи. Здесь говорится о том, как мы восстанавливаем стену вместе, плечом к плечу. Сейчас хочу предложить вам несколько вопросов, для обсуждения в малых группах. Какова связь между знанием и применением принципа отвеса и пониманием границ? И почему Ходатаям порой бывает трудно и сложно соблюдать границам? Второй вопрос. Испытывали ли вы когда-нибудь негативные последствия? Это можно было назвать такую ответную реакцию после участия в молитвенной инициативе? И исходя из материала сегодня мы рассматривали на этом занятии, как вы думаете, как можно избежать таких негативных последствий? третий вопрос. Как мы поддерживать и сохранять баланс и целостность в наших молитвенных инициативах? И я здесь вам дам подсказку, что здесь как бы речь идет о сроках передачи обмене информации и о тестировании, когда мы должны испытывать все. И хочу помолиться за вас. Отец, мы говорили о таких глубоких вещах, которые касаются сферы ходатайства. Мы живем в очень важное, критически важное время, события, которые происходят по всему миру. Мы все представляем народы, нации, которые сейчас переживают критические времена. Помоги нам четко держать свой взгляд на тебе, понимая, кто ты есть. И помоги нам понимать и действовать в тех границах и на тех условиях, которые ты установил для нас. ты призвал нас действовать в это время. Продолжай учить и готовить нас, чтобы твоя совершенная и наивысшая цель могла исполняться в жизнях всех нас, как на местном, так и на глобальном уровнях, в то время, которому ты нас призвал. во имя Иисуса мы молимся. Аминь. Пожалуйста, присылайте нам ваши отзывы на этот имейл, а также добавляйтесь в группу в Вайпере либо в Телеграм. По этому телефону можно получить всю информацию. Аминь.